На груди георгиевская лента, рядом неизвестные солдаты, на устах стихотворение про любовь. Каэт Мухаммед Али родом из Йемена. Великая Отечественная его не коснулась, но цветы и стихи он посвящает победителям. В семье Раилии Султановой на фронтах Великой Отечественной погиб прадед. Отсюда и выбор стихотворения. Мусаджалиль – варварство. Когда человек рассказывает стихотворение на другом языке, ты это все равно понимаешь и чувствуешь, что он там рассказывает, хотя язык не понимаешь, а это чувствуется, интонация. На родных языках и в национальных костюмах сегодня у неизвестного солдата вместе молодежь из разных уголков мира. На Хребану Шарматова из Узбекистана, подруга Гузаль из России. Это только страны разные, национальности и обычаи, а победа одна на всех. У меня прадедушка, он воевал на флоте. К сожалению, он не вернулся, но, вы знаете, я очень-очень горжусь им. И стоя здесь, и возлагая цветы, это чувство гордости, чувство благодарности на самом деле очень сильно переполняет меня. У меня ушел также дед и прадед. Цветы к вечному огню. Для Ассамблеи народов республики это традиция. Это и воспитательная миссия для молодежи. Это объединительная миссия людей разной национальности. Это и передача этих традиций с поколения в поколение. И эту преемственность в Ассамблее намерены сохранить. Слават Мухаммадуллин и Шат Мухаммедов, ТНВ, Казань. Слават Мухаммедов, ТНВ, Казань. Субтитры подогнал «Симон»